Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал Мать Перемать. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Датси, и я мама семи, уже восьмимесячного малыша по имени Рэм. И сегодня у меня в гостях мой тренер по фитнесу Катерина. Очень приятно. А для тех, кто следит, в свою очередь, за мной, вы знаете, что я начала свой фитнес-марафон. То есть я занялась своим телом после родов. И сейчас у нас уже закончилась вторая неделя нашего фитнес-марафона. Кто не смотрел первую, оставлю в описании под этим видео линк. Обязательно посмотрите это видео и возвращайтесь после этого к нам. Диостаз свой я изначально определить не смогла. И если помните, в первый свой отчет по моему телу после родов я рассказывала о том, что диостаза у меня нет. Как оказалось, он у меня есть. 2 см. И определить его получилось не сразу. Поэтому, начиная тренировки, это, конечно же, был важный вопрос. Сегодня мы решили показать тренировку, специально направленную на живот. Для того, чтобы показать вам, как нужно заниматься. Какие упражнения можно делать при диастазе, которые сколько? Больше 2 см. Да. Больше 2,5 см. В норме диастаз идет до 2,5 см на уровне попка. Все, что выше, уже считается расхождением и требует контроля. В том числе хирургического. И чем больше диастаз, тем больше нужен контроль, вплоть до оперативного вмешательства. Я знаю, что девчонки мне писали в комментариях о том, что диастаз появился только после того, как они начали заниматься. Такое вообще возможно? Да, возможно. Чаще всего диастаз появляется после родов. То есть, когда у нас матка с ребеночком растет, выпирает на брюшную стенку, и, соответственно, мышцы под давлением растягиваются. В норме диастаз сходится у 60% женщин в первый год после родов и возвращается в привычную норму. Если же диастаз не сошелся, это 40% женщин, у которых он остался, это говорит о слабости мышц живота и о том, что нарушен тонус и коллаген в тканях коллагена недостаточно. У некоторых диастаз образуется во время тренировок из-за некорректного поднятия тяжести, из-за того, что неправильно настроено дыхание во время тренировки, либо из-за сильного натуживания, которое также создается при поднятии тяжести. То есть, это могут быть и мужчины, могут быть и нерожавшие женщины. Правда? Даже если ты нерожал, у тебя может появиться диастаз? Да, может появиться диастаз. Серьезно? Причем достаточно серьезный. Блин, я когда помню еще годы назад, должна сказать, я занималась прям как сумасшедшая. То есть, у меня было 40 минут сначала кардио, потом часовая тренировка групповая, ну там прям футбол, боди такая прям жесткая, и потом еще час я занималась стегала веса. И я с этим прессом просто носилась как сумасшедшая. То есть, я в принципе такой тренировкой могла себе заработать диастаз? Да, теоретически, да. Мы поговорим сегодня еще о признаках диастаза, о косвенных. Это касается и рожавших девушек, и особенно нерожавших. Если вы найдете у себя эти признаки, то вам обязательно нужно контролировать, во-первых, работу с животом, во-вторых, избегать некоторых упражнений, ну и в-третьих, естественно, укреплять живот для того, чтобы эта ситуация не случилась. Либо, чтобы после родов он сошелся обратно, и вы не остались в тех процентах, у кого диастаз остался. Ой, какая прелесть. Ладно, давайте тогда уже на моем примере попробуем определить, какой все-таки у меня диастаз. Вдруг я определила неправильно, и вы сейчас скажете, ну мать, у тебя там 5. Ну тогда будет вообще замечательно. В общем, давайте сейчас определим, есть ли у меня и какой у меня диастаз, ну и потом начнем тренировку. Да, давайте. Диастаз это расхождение прямой мышцы живота. Прямая мышца живота это наши любимые кубики, и мышца крепится у нас вот здесь под мечевидным отростком, и вот здесь в районе лобковой кости. Вот так она у нас протягивается. Соответственно, диастаз это когда левая и правая края мышц расходятся, внутренние края расходятся на определенное расстояние. Диастаз у нас есть у всех, но он маленький в норме, у кого он уже больше нормы, тот требует контроля. У грудничков диастаз есть у всех, потому что мышцы еще не работают должным образом. Для того, чтобы проверить диастаз, мы с вами возьмем ручку и поставим три точки. Просим человека убрать руки за голову и сделать обычное скручивание, ни о чем не задумываясь. Затем находим края мышц внутренние и внешние. Они хорошо вот так вот у нас прощупываются. И ставим точку на уровне мечевидного отростка. Затем находим расстояние примерно 2-3 см над тупком. Ставим вторую точку вот здесь. И находим расстояние примерно 2 см от пупка, ставим третью точку здесь. У диастаза нам важно несколько параметров. Во-первых, ширина, а во-вторых, еще и глубина белой линии, потому что это тоже имеет значение. Ставим пальцы поперек вот сюда и смотрим, сколько здесь диастаз. Отмечаем края, потом будем замерять. Пока я тут лежу, у меня такая тренировочка нормальная, если что. Вот здесь. Дальше. Во второй точке ставим пальцы и находим края мышц. Они очень хорошо прощупываются, вам будет легко и понятно. Даже если у вас объемный и нестроенный живот, то все равно края мышц вы легко можете прощупать. И вот здесь под пупком. Сразу могу сказать, что вот здесь под пупком абсолютная норма, здесь до 16 мм. Можно даже не замерять, тут понятно, что диастаз находится в норме. Вот здесь примерно 2-2,5 см есть, тоже абсолютная норма. И вот здесь у нас до 15 мм, вот здесь чуть-чуть диастаз больше норма вот в этой части. Здесь примерно 2 см, вот это уже требует контроля. И давайте мы с вами нарисовали эти точки. Сейчас я на вас еще похудожничаю. У нас пресс работает в связке с мышцами тазового дна и с поперечной мышцей, которые, естественно, составляют всю брюшную полосу. Если я сейчас вас попрошу напрячь мышцы тазового дна, это как будто бы вы хотите в туалет, и нужно сжать сфинктеры, оба сфинктера, анальной, вагинальной, и представить, что ваши органы чуть-чуть подтягиваются наверх. Пробуем? И скручиваетесь обратно. Все, мышцы вот здесь поперечная включилась, мышцы тазового дна включены. И прощупываем диастаз, и он становится меньше. То есть, когда вы подключаете нижнюю треть живота в работу, то ваша прямая мышца, давление вашей брюшной полости не так сильно разводит вашу прямую мышцу. Именно этим можно опускаться. Именно этим мы и будем заниматься в тренировке. То есть, мы научим ваш живот включать глубокие мышцы, для того, чтобы все давление не уходило в прямую мышцу и не создавало как раз вот это растяжение. Первое, что нам нужно сделать, это понять, как включать поперечную мышцу живота. Поперечная мышца живота – это самый глубокий слой мышц. Места крепления этой мышцы вот здесь. Она как бы опоясывает нашу талию и сдерживает все внутребрюшное давление. Если эта мышца слабая, растянутая, то живот у нас вываливается, надувается. И слабые мышцы очень сложно сдерживать все вот это давление от позвоночника, от внутренних органов. Если еще кишечник не в порядке, там газообразование, то вся вот эта история тянется вперед, и мышца растягивается. Нам же важно вернуть тонус этой мышцы. Как ее найти и вообще понять, что она у нас включилась в работу? Мы находим подвздошные кости. Это самые выпирающие косточки вот здесь. И примерно 2 см в сторону мы отходим и находим края прямой мышцы. То есть вот здесь такая ямка, и вы почувствуете, как она соприкасается с другими мышцами. Можете с другой стороны сделать себе тоже, поймете. Вот здесь места крепления прямой мышцы. Вот здесь. И видите, все такое мягенькое, слабенькое, очень такое расслабленное. Это говорит о том, что мышца сейчас не включена в работу. Если вы поднимете голову, то почувствовали, как напряглась прямая мышца живота, но вот здесь дырка осталась. Это говорит о том, что поперечная не включена в работу. Мы сейчас, оставаясь в этом положении, подтягиваем сфинктеры и мышцы тазового в одна, и попробуем напрячь низ живота. Видите, пальцы выталкиваются. Вот это то самое включение поперечной мышцы живота. Вот, соответственно, вот так она и работает. Также можно во время тренировки себя проверять. Я вас буду контролировать, и вы тоже. И вы, если будете повторять какие-то упражнения, то пальчиками контролируйте, чтобы вот здесь не было провала. Можно на ком-то из домашних потестировать, если на себе не очень понятно. Мы сделаем первое упражнение. В тренировке пресса важно что? Нам важно, чтобы был мобилен грудной отдел позвоночника, как это ни странно, чтобы был мобилен таз, чтобы была расслаблена диафрагма, потому что если спазм в диафрагме, то пресс будет расслаблен. Соответственно, нам важно будет ее расслабить. Поэтому мы начнем работу с грудного отдела. Вы ложитесь на бок. Ноги согнуты под углом 90 градусов. Вот так. Да. Прямо на бочок. На бочок. Одну руку убираем за голову. Держи, держи, уберем. И нам сейчас нужно будет раскрыть грудной отдел и подышать. Мы делаем вдох. Вытягиваем левую руку вверх. И на вдохе раскрываемся и опускаем лопатку вниз, насколько это возможно. Прям побольше, побольше, побольше. И на выдохе возвращаем руку через голову обратно. Делаем глубокий вдох. Можно чуть-чуть поддавить коленками в пол, так будет проще. Вдох. Раскрываемся. Можно прям головой двигаться за рукой. На выдохе возвращаемся. Вдох. На выдохе возвращаемся. И еще раз вдох. И в этом положении полежим чуть-чуть, подышим. Просто вдох-выдох. Это упражнение хорошо делает тем, у кого есть боли между лопатками, у кого часто болит голова и кто постоянно хочет вот так спиной покрутить, похрустеть, потому что не хватает мобильности. Либо после тяжелого дня рабочего, либо после дня, когда вы носили ребенка на руках, вот такое упражнение хорошо поделать. И вот в этой позе полежать, глубоко подышать и позволить вашему грудному отделу в раскрытом состоянии поработать и, соответственно, расслабиться. На выдохе руку через голову возвращаем. И теперь в этом движении мы будем подключать пресс. На вдохе раскрываемся. На выдохе мы активируем мышцы живота, напрягаем животик и через сторону, за счет мышц живота, давя коленками в пол, мы возвращаемся обратно. Так, хорошо. И то же самое, вдох через голову, раскрываемся. Обратите внимание, что с каждым движением становится легче раскрываться. На выдохе напрягаем живот и возвращаемся обратно. Вдох, раскрываемся. И выдох, пресс напрягаем. И последний раз вдох. На выдохе напрягаем живот и возвращаемся обратно. Стопы плотно стоят, колени вместе. Мы ручками находим нашу поперечную мышцу, контролируем. Вот эту, которая в дырках, да? Да, она в эти дырки, да. Мы делаем вдох. На выдохе мы подтягиваем сфинктеры, мышцы тазового дна и проверяем активацию поперечной мышцы. Есть? Есть. Держим. Три, два, один. Расслабились. Вдох. На выдохе подтянулись сфинктеры. Тазовое дно, мышцы поперечные. Нет, нет активации. Держим. Три, два, один. Расслабились. Сложно. Сложно. Вдох, выдох. Сфинктеры. Синктеры не подтянут. Тазовое дно. Держим. Три, два, один. Расслабились. Вот надо представить себе, чтобы здесь есть диафрагма такая. И как будто мы ее хотим подтянуть наверх и как бы приподнять внутренние органы. То есть вот такое движение. У нас именно задача эти органы вернуть в свое естественное положение. Потому что очень часто они под давлением гравитации, кишечника и слабые мышцы провисают вниз. Это может не быть опущением, как это диагностируют врачи, но сами органы находятся не на местах. Я сейчас поставлю руку, будем давить коленками в руку. Я поставлю, чтобы проще было. Мне хочется все здесь напрячь. Да. Лицом в том числе. Это говорит о том, что очень слабые мышцы. Приходится подключать пояс сверху. Вдох. На выдохе мы подтягиваем сфинктеры. Нет, стоп. Прямо поочереду этим шагом. Сфинктеры, тазовая, поперечку и потом будем давить коленками. Окей. Вдох, выдох. Сфинктеры. На выдохе. На выдохе. Сфинктеры. Тазовая. Поперечку. Нет. Вот, есть. И коленками давим в руку. Держим. Три, два, один. Расслабились. Вдох. На выдохе. Сфинктеры. Тазовая. Поперечку. Поперечку. Хочу видеть. И рот. Три, два, один. Расслабились. Когда мы давим колени в руку, мы подключаем внутренние мышцы бедра, приводящие. И они связаны плотно-плетеные мышцы живота. Соответственно, помогает нам лучше включить живот. Вдох. На выдохе сфинктеры. Подтягиваем тазовое, но активируем поперечную мышцу живота. Давим руками. Ногами. Держим. Три, два, один. Очень сложно. На самом деле, выглядит, что мы лежим и ничего не делаем. Это намного сложнее, чем скручивание, мостики, планки и все остальное. Потому что, во-первых, требуется контроль за внутренней мускулатурой. Пока мы контроль направляем в одну точку, вторая точка плывет. Третья. Пока мы все вот это соберем. Плюс дыхание. У большинства из нас, особенно те, у кого есть проблемы с вывленным животом, мы не умеем дышать. Мы делаем напряжение на вдохе. Когда мы делаем напряжение на вдохе, у нас есть диафрагма вот здесь и диафрагма вот здесь. И мы делаем напряжение на вдохе, у нас проваливается тазовое дно. То есть оно расслабляется, и органы еще больше стремятся вниз, еще больше давят, еще больше мы получаем в этот вывленный живот. А нам напряжение нужно делать на выдохе, чтобы все это как раз было подтянуто и зафиксировано. Отдохнули? Да. Теперь попробуем помечтать о том, что мы поднимаем ноги. В реальности мы это движение не делаем. Мы только представляем, что мы хотим поочередно поднять право на левую ногу. И почувствуем включение мышц. Вдох. На выдохе. Сфинктеры. Тазовое дно поперечное. Мышцы живота держим. И мечтаем поочередно правую, левую, правую, левую. Оцените, насколько хорошо включаются разные стороны живота, при том, что мы только мечтаем совершить дышание. Я занята мечтанием. Дышим, дышим, дышим. При дыхании на вдохе стараемся не расслаблять поперечные мышцы. А то есть дышать в процессе можно? Конечно. Потому что я задерживаю дыхание, мне кажется, мне все нужно держать. Нужно обязательно дышать. И более того, если вы будете контролировать работу, обратите внимание, что на вдохе вы расслабляетесь. Этого быть не должно. Вдох. Вдох. Сфинктеры. Тазовое дно. Поперечное напрягаем. И мечтаем правая, левая, правая. Левая, левая. Видите, надо же проводить пальцы. Вот сейчас хорошо. Я сильно отмечтаю. Держим. Расслабляйтесь. Подышим, отдохнем. И еще постарайтесь в этот момент не подключать поясницу. То есть поясница здесь уходит в прогиб. И очень хочется подключить мышцы спины для работы. Этого делать не нужно. Мышцы пресса и мышцы спины – это мышцы антагониста. То есть мышцы, которые работают противоположно. Если одни напряжены, то вторые расслаблены. Соответственно, если у нас поясница в гипертонусе, то живот всегда будет растянут и расслаблен. На третий раз намного лучше получается контролировать. Я просто разобралась, как это все делать и дышать одновременно. Потому что до этого мне казалось, мне нужно задержать дыхание и не дышать. Задерживать дыхание не нужно. Это плохой паттерн, плохая привычка. В жизни же вы не задерживаете дыхание, да? А мы здесь именно хотим через эти тренировки научить ваши мышцы включаться в повседневной жизни. То есть в быту. Тренировка у вас 3 часа в неделю, а 24 на 7 вы живете, ходите и двигаетесь. Расслабились, подышим. И теперь кладем ручки обове на подвздошные кости. Сейчас мы будем поднимать ногу, оставляя таз стабильным. Таз стабильным. Это значит, что он у нас не поворачивается ни в левую, ни в правую сторону. То есть мы представляем, что из наших костей исходит лучик, он светит в стену, и вот эти точки лазерные, как будто бы, они никуда не двигаются. То есть мы их не смещаем. Вдох. На выдохе мы подтягиваем сфинктеры. Таз вы одну включили поперечную. Проверяем прям ручками, что она включилась. И мы поочередно, сохраняя таз ровным, будем отрывать правую и левую ногу. Хорошо. Далеко? Нет, чуть-чуть. Хорошо. Таз стабилен. Держим больше контроля в таз. Больше контроля смещается. Пробуем. Прям можно маленькую, не спеша. Прям можно медленно подвигать. Смещаем таз. Вдох. Выдох. Держим. И прям полсантиметра, прям буквально больше контроля и стараться вот таз максимально отдержать. У меня нога тяжелая. Вот так, хорошо. И пошагаем. Это имитация походки. Как будто бы мы шагаем, двигаем ногами и при этом стараемся оставлять таз. Стабильным, потому что что происходит, когда человек не умеет контролировать, не включает живот? Таз излишне подвижен, поясница излишне подвижная и у нас получается перенапряжение. В области крестца, в области поясницы очень часто это оборачивается грыжами, болями, протрусиями. Ну и поясничный отдел у всех людей очень сложно. Как долго делать это упражнение? Вот это шагание или вообще? Шагание. Ну, шагов 6 примерно мы делаем. И потом отдыхаем. Да, и отдыхаем. Сейчас подышим просто, чтобы не перенапрягать мышцы живота. А сколько подходов вот ежедневная тренировка, она должна быть? Полчасика. По три подхода где-то, да? Да, по три подхода буквально по две минуты. И сейчас мы усложним это движение, хотя на самом деле да, Цурана его усложняет, потому что она еще не справилась. Я уже подумала, можно с диастазом остаться жить. Но, тем не менее, чтобы вы могли тоже посмотреть, как это сделать. Мы сейчас будем ногу поднимать и очень плавно вдоль коврика вытягивать и выпрямлять. Вот таким вот образом. Да, что важно, держим напряжение постоянно в мышцах живота и таз оставляем ровным, стабильным, как будто вот его зацементировали и положили прям плотно-плотно в земле. Вдох. На выдохе мы подтягиваем сфинитры, тазовое дно, держим поперечную мышцу, поднимаем правую ногу и вернуем. И обратно. Когда мы поднимаем и возвращаем ногу обратно, мы точно так же сохраняем напряжение мышцах живота. У меня есть? Нет. Вдох. На выдохе напрягаем. Подтянули. Вот, зафиксировать вот это ощущение и попробовать. Сейчас есть. И вот медленно-медленно, медленно, не спеша. Да я быстрее, пока есть. Нет. Чем быстрее, то меньше контроль и вдруг закончится. Прям надо попробовать. Может гореть, может потряхивать, вот так прям хорошенько трясти. Да. Выдох. Напрягаемся. Держим вдохе. Попробуем медленно. Правую ногу поднимаем плавно-плавно и вниз, также сохраняя напряжение в животе. Возвращаем. Теперь мы с вами поработаем с прямой мышцей живота. Любимые наши кубики, их тоже нужно укреплять. Ноги мы сгибаем в коленях плотно, ставим, стопы прижаты. И как ни странно, при работе прямой мышцы живота мы должны тоже учиться включать ту самую ненавистную поперечную мышцу. На руки убираем за голову. Движение мы будем делать не головой вперед, да, как мы обычно привыкли это делать, а нам нужно представить, что наши нижние края ребер тянутся под вдошьной кости. То есть, мы как будто хотим вот так вот сдвинуть, сдвинуть, сдвинуть расстояние грудины. Подбородком мы находим любую точку на стене и глазами и все время будем смотреть туда. На выдохе мы подтягиваем тазовое дно, активируем поперечную и вот расслабились, лежим, активировали, сделали при активации. Вот из этого положения плавно поднимаемся, отрывая лопатки. Плавно, плавно сокращаем расстояние еще подбородком в одну точку. еще чуть-чуть, чуть-чуть, лопатки. Вдох на выдохе мы делаем при активации поперечной, как мы уже умеем и потихонечку подбородком смотрим и чуть-чуть еще, 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 расслабились, плавно опустились. Вдох на выдохе активировали поперечную и поднимаемся. Еще обратите внимание, что есть такая опция в нашем животе как в доме. Когда живот не справляется с давлением в брюшной полости, поперечная прямая мышца живота встает вот таким бугорком и холмиком. Если ее не контролировать, то это как раз во-первых, будет провоцировать диастаз у тех, у кого уже есть еще больше, а у тех, у кого нет, это является предвестником того, что ваши мышцы недостаточно включаются в работу. Как раз девушкам не рожавшим очень важно при заказке пресса следить вот за этим бугорком. Если он есть, то вы напрямую влияете на то, что ваш диастаз увеличился. Соответственно, тем, у кого он есть, очень важно сдерживать работу вот этих мышц для того, чтобы не провоцировать давление. Именно для этого мы подключаем поперечную мышцу, которая сдерживает все, что там есть и не дает мышцам выскочить. Итак, выдох, поясничка прижата к полу, но не вжата в него, то есть такая в нейтрали. Напрягаем поперечную и поднимаемся, насколько это возможно, сокращая расстояние и возвращаемся обратно. Еще раз вдох, на выдохе напрягаемся. Больше контроля в нижнюю треть шаблота, чтобы правильно выполнить упражнение. Выдох, напрягаемся и наверх. Можно, кстати, взять мячик фитбол, если у кого-то есть дома, можно подложить под спину на первое время. Вы этим скруглите поясницу и тем самым вам будет полегче плюс пружинища. То есть, просто на фитболе ходить? Да, просто на фитболе. То есть, вы на него облокачиваетесь и из этого положения маленькая короткая амплитуда мы приближаем ребра подпишнули. Дайте еще два разочка вдох, на выдохе напрягаем и начерах. Не расслабляем на протяжении всего движения поперечного. Выдох, напрягаем. Расслабились, можно напряжать подышать. Люди думают, что качать пресс это очень просто. На самом деле, если дать человеку правильную правильную технику, то гореть начинает уже на третьем-пятом повторении и трясти начинает очень хорошо. Да, у меня в принципе есть подозрение, что я всю жизнь скачала пресс вообще неправильно. Возможно. Знаете, еще три повторения. Вдох, на выдохе, низ живота напрягаем, тазовое дно подтягиваем, на верх, напрягаем, и на верх. И последний раз. Когда опускаемся вниз, тоже держим низ живота. Вдох, на выдохе, держим, 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 держим. Вот, вот сейчас было идеальное выполнение. переворачивайся, вставай на четвереньки. Мы сейчас получимся дышать. Вот в такой позе мы стоим. Поясница в естественном прогибе, вот прям расслабится, да, вот как она есть, так она и есть, она не шевелится. Многи согнуты под углом 90 градусов, чуть-чуть к себе, да, и на вдохе мы максимально надуваем живот, прям вот насколько это возможно, он становится таким надутым и некрасивым, но нам того и надо. И мы будем делать выдох носом, стараясь прилепить пупок к позвоночнику. Вдох, и на выдохе подтягиваем, 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 держим, три, два, один, вдох. И стараемся, чтобы поясница оставалась максимально стабильной, мы не выгибаемся, да, то есть спина у нас остается неподвижной, мы работаем только мышцами живота. Вдох, и на выдохе приближаем пупок к позвоночнику, держим, три, два, один, расслабились, вдох, носом выдыхаем. Это тоже не так-то просто, как кажется, кажется, что человек стоит и дышит, на самом деле работа идет колоссальная и живот уже наверняка горит. Вдох, вдох, не забываем подключать тазовое дно, сфинкторы, носом выдыхаем, хорошо вдох и выдох, и последние два раза, вдох и выдох. Хорошо, можно отдохнуть, посидеть. Тяжело? Тяжело. Тяжело. Хотя, казалось, достаемый дышит, казалось, вообще ничего не делаем, просто дышишь, очень тяжело. у нас мышцы тазового дна представлены тремя слоями, это сфинкторы, мышцы леват ранен, грубо говоря, это вот та самая тазовая диафрагма, и они вплетаются в мышцы поперечные. Соответственно, первое, что мы делаем, это напрягаем сфинкторы, включаем, затем мы включаем второй слой вот этой диафрагмы и за ним уже подтягиваются мышцы живота, поэтому если мы напрягаем мышцы интимные, да, соответственно, у нас все это работает в связке. А вот эти занятия, упражнения кегеля, они каким-то образом называются, она вот сокращается, подтягивается, и она становится в тонусе. Без тренажеров интимных, которые есть, мы просто эту мышцу приводим в тонус, мы не можем ее накачать, мы просто ее возвращаем вот из растянутого состояния, особенно после рода, мы ее возвращаем обратно. Соответственно, это помогает тем, как у нас недержание, в том числе стрессовая каша, чих, там, езда по кочкам, что угодно у недавно родивших женщин очень часто вызывает вот это выделение мочи, соответственно. Последнее упражнение мы садимся на четвереньки и руки вытягиваем вдоль такая имитация позы ребенка. Вот так вот, да? Голову опускаем вниз и сейчас мы поработаем исключительно мышцами тазового дна. Мы будем делать вдох. На выдохе мы напрягаем сфинктеры и тазовое дно и держим. 3, 2, 1. Почему мы работаем из этой позы? Чтобы здесь не было соблазна подключить ягодицы и мышцы ног в работу. И дыхание мы будем сделать здесь не совсем обычное, а дыхание, так называемое уджай. Мы будем, закрыв голову щель, пытаться сказать звук ха. То есть вот такой вот шипящий. Попробуйте. Ртом. Вот. Вот этим дыханием. вдох и делаем выдох ха, напрягаем тазовое дно. Вдох. Звук ха, напрягаем тазовое дно. Есть работа? Угу. Вдох. Звук ха. Вдох. Звук ха. Вдох. Звук ха. И сейчас вот таких коротких мы сделаем десять выдохов. Уже просто ртом, ну, как обычно, мы выдыхаем, вот такие короткие вдох-выдохи. Мы делаем вдох и десять выдохов. Да, вот такие подключаем, аж тазовое дно. Вдох и десять выдохов. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Есть включение? Причем живот тоже в эту работу включается, и, соответственно, можно почувствовать хорошее напряжение. вдох, выдох, дышим. И последний раз. Глубокий вдох и на выдохе сжимаем тазовое дно на каждое дно. Честь, семь, восемь, девять, десять. Все, закончили. И мы сейчас будем давить в диагональ. То есть, мы берем правую руку, давим ей в хул и давим в пол противоположной ногой, то есть, левой. То есть, сюда? Нет, мы их не снищаем. Мы стоим на месте, как обычно, мечтаем о том, что мы двигаемся. Ноги чуть-чуть пошире. Делаем вдох. На выдохе мы подтягиваем тазовое дно, давим левой рукой в пол и коленкой правой ноги в пол. Держим. Три, два, один. Стараемся не напрягать мышцы лица и шеи. Вдох. На выдохе подтягиваем живот. Давим левой рукой, правой ногой в пол. Держим. Три, два, один. Расслабились. Вдох. На выдохе левая рука, правая нога. Держим. Три, два, один. Раз. Сейчас мы чуть-чуть усложним это движение. Мы будем мечтать о том, что мы стягиваем коврик в центр рукой и ногой. При этом живот у нас ощущается как бы по диагонали. То есть, вот здесь такая хорошая идет работа всех мышц. Вдох. На выдохе подтягиваем, напрягаем живот и мечтаем стянуть коврик правой ногой и левой рукой. Держим. Три, два, один. Лесничку стараемся не напрягать. И еще раз. Вдох. На выдохе давим левой рукой правой ногой. Стягиваем. Три, два, один. Расслабились. Стараемся не подключить мышцы. Вдох. На выдохе стягиваем. Держим. Три, два, один. Расслабились. Теперь другая диагональ. Это левая рука и правая нога. Сначала мы просто давим в пол. Вдох. На выдохе подтянули живот. Давим правой рукой левой ногой. Наоборот, да? Левой рукой правой ногой. Три, два, один. Расслабились. Вдох. На выдохе собрали тазовую мышцы живота. Давим левой рукой правой ногой в пол. Держим. Три, два, один. Расслабились. Вдох. На выдохе давим левой рукой правой ногой в пол. Держим. Три, два, один. Расслабились. И теперь усложняем. Будем мечтать о том, что мы стягиваем коврик диагонали. Вдох. На выдохе подтягиваем таз. и стягиваем коврик 321 все еще кажется что мы делаем работа идет колоссальная да это очень странное упражнение и последнее сделано в этой тренировке встаем обратно 4 мы будем вытягивать ногу наверное нужно немножко подвинуться сохраняя таз стабильно не заваливай его не влево правую сторону на выдохе мы будем активировать мышцы живота и потихонечку буквально чуть-чуть вот таз уже уехал то есть много мне нужно выпрямить ногу нужно выпрямить но не высоко вот так вот так достаточно поднимаю я просто ее удавляю тут задача не поработать не ягодицами мышцами живота вдох на выдохе мы собираем мышцы и выпрямляем ногу и собираем ногу обратно такие плавные тренировки могут раздражать те кто привык делать все быстро типа я но это очень нужно делать вдох на выдохе напрягаем живот и вытягиваем ногу обратите внимание что то состоится абсолютно стабильно будет хорошо справляться вдох выдох и вторую ногу вдох на выдохе подтягиваем животик тазовое дно хорошо вот сейчас отлично все включается в работе держим таз стабильным поясничку стараемся не придевать больше контроль идеально отдыхаем есть соблазн начать выполнять это все очень быстро что даст резать делать сюда быстрее закончить нового невыносимо быстрота и эти тренировки еще несовместимы мы иначе включаем вокруг лежащие мышцы те которые мы привыкли работать но не даем понять мозгу связь я понимаю что для таких как я нетерпеливых я на месте усидеть не могу мне нужно к вам к вам спортзал на тренировке чтобы вы меня контролировали держали и в общем кстати если устаете стоять на руках смотри кисть разминаете можно встать на четвереньки облокотившись на лоб можно сейчас тоже так сделать то же самое вдох на выдохе мы подтягиваем живот и сохраняя таз стабильным напрямую ногу обратно живот должен быть напряжен как на подъеме ноги так и на и на возвращение обратно хорошо то стараемся держать почетче не за но кстати когда вот я опускаюсь мне сложнее держать таз да у меня наверно подниму не просто я понимаю что эффективнее выполняется упражнение я поднимаюсь надо сказать что правая сторона в работу включается лучше левого требует больше контроля мы можем с вами поспорил потому что он левша и потому что она возможно у нас у всех на самом деле есть более сильная и более слабая сторона пока между такими подходами нужно отдыхать можно вообще не отдыхайте у кого как я приношу даже не секунд 30 например нет потребности просто если не отдыхать могут хуже мышцы включаться в работу мозг устает от этого бесконечного контроля потому что надо собрать огромный пазл и хочется реально побыстрее от этого делается вдох выдох больше контроля за таз и и плавно обратно а уже вдох выдох выдох очень хорошо ставить зеркало и наблюдать за собой в зеркало либо снимать себя на камеру для того чтобы оценить насколько у вас идет дисбаланс в ту или иную сторону все в принципе можно закончить отлично вот во время монтажа я буду с собой наблюдать и проверять двигаться или нет хорошо закончим тренировку у нас она заняла приблизительно полчаса до этого достаточно этого более чем достаточно можно делать 15-20 минут сколько раз в неделю ну меняя упражнение 1 5 . то есть это практически каждый день и через сколько времени если правильно делать я понимаю все индивидуально через какое время может появиться какой-то эффект и как понять что эффект есть если человек хорошо включает мышцы в работу может после первой тренировки уже быть эффект то есть нужно сделать фотографию посмотрим да если не очень хорошо и человек не очень понимает какие мышцы две-три недели примерно занимает на то чтобы установить связь в мозг мышца и дальше соответственно мы понимаем что мозг понимает чем от него хотим насчет результатов опять же ну как я сказала может после первой тренировки может после 5-10 а вот эффект когда мы встаем мы поймем что мы выпрямились то есть выпрямились в животе есть такой приятный тонус может быть визуально это не будет заметно но если встать то будет ощущение что как-то интереснее стало как-то стало так приятнее даже жизнь да ну то есть вот тот самый тонус это и есть эффектом тренировки хорошо давайте тогда сделаем фотографию и собственно покажем до и после и попробуем понять есть у нас разницы или нет ну что же делаем фотографии до и после на экране сейчас их покажу даю катерине чтобы она проанализировала красоту результат есть причем результат явный за одну тренировку очень хорошо мы поработали с низом живота и прямо на фотографии видно как он подтянулся то есть как будто бы эффект втянутого такого хорошего живота в тонусе в идеале такой эффект сохраняется сутки и соответственно если мы будем периодически повторять эту тренировку то живот будет жать тонус так то есть тогда и получается каждый день по полчаса позанимался я вообще тоже вот уже приходила кутину а когда мы научим наш мозг соображать когда включать эти мышцы вы уже будете при повседневной деятельности при ходьбе включать эти мышцы они уже автоматом будут работать так как и должны круто хорошо что еще нужно девочкам особенно которые рожали знать про диастаз про тренировки чтобы их начинать или не начинать и диастазе очень важно избегать любых упражнений в которых мы создаем натуживание то есть классика на пресс это любые подъемы ног бесконтрольный когда мы полную амплитуду поднимаем не дай бог вам делать подъем ног и висе это когда мы руками упираемся на брусья и пытаемся поднимать ноги избегайте планах можно делать боковую планку но вот все классические планки делать ни в коем случае нельзя и вы тут уже такой деликатный момент во время похода в туалет вы не тушитесь то есть вы не провоцируете не создаете внутребрюшное давление которое также будет по чуть-чуть по чуть-чуть но тем не менее но все-таки это такой важный вопрос потому что во время беременности и послеводов у многих женщин частая проблема это запор на самом деле проблема запоров она актуальная и здесь что нужно понимать во первых физиологически мы как и неправильно наш унитаз вот в том виде в котором мы привыкли увидеть он был изобретен не так давно если не ошибаюсь 1800 каком-то году так называемый белый фаянсовый трон и все стали его использовать из европы дальше он пошел уже в народ физиологично правильно ходить в туалет сидя на корточках в такой позе орла когда ноги у нас поджаты и кишечник максимально прямо находится как если бы представьте что вы в лесу и у вас нет вариантов такой позе мы должны делать это физиологично мы в квартирах привыкли к совершенно другому к определенному уровню но это противоречит положение нашего кишечника он переживается и мы имеем все вот эти проблемы что можно сделать мы покупаем маленькую подставочку магазине буквально вот такую есть они для детей чтобы лупеньки на ступеньки да мы ставим ноги но не должны быть выше живота и вот в таком положении ежедневно мы приучаем себя походить домашним можно не объяснять для чего эти поставили поставить если кто-то стесняется деликатности этой проблемы но хорошо выйти к этому приучать этим пользоваться это первый момент второй момент если вы чувствуете сильнейшее натуживание здесь лучше воспользоваться уже слабительными средствами но естественно не на постоянной основе то есть это не должна быть ежедневная практика в случае если уж совсем то есть раздуло до разовый случай на проблему нужно решать потом да обязательно второй момент вы должны пить достаточно воды у нас кишечник функционирует как вообще выходит каловая масса выделяется вода все вместе со всем объемом от нас выходит если мы пьем недостаточно воды организм и так воду очень старается экономить потому что мы не пьем мы не пьем и он старается экономить на такие важные вещи как объем крови пищеварение и так далее и когда вы начинаете пить достаточно воды вы можете заметить насколько лучше работает уже сам кишечник третий момент вы должны есть много клетчатки это не миф это не желание запихать во всех овощей действительно так потому что клетчатка это грубые волокна они как щетка для кишечника они стягивают все что не нужно то есть они не перевариваются не усваиваются они выходят вот как есть это же кстати классный способ похудеть потому что мы едим овощи и где-то 30 процентов калорий из овощей из клетчатки они просто не усваиваются мы считаем счетчик 400 калорий по факту в организме 250-300 вот и соответственно мы едим клетчатку если у нас не получается есть клетчатку из фруктов и овощей сильнее провоцирует вздуть или как-то еще мы покупаем в магазине типа вот сибирская клетчатка есть она достаточно дешевые 100 150 рублей и ложечкой потихонечку добавляем в рацион плавненько не нужно сразу всю норму но должны включить мы в норме должны есть 30 грамм клетчатки в день мы едим от силы 4 5 я ежедневно проверяю дневники и клетчатки в рационе просто нет и все кто не ест клетчатку мы все мучаются скромным вздутием вот это кстати интересно собственно на следующей неделе уже по окончанию нашего фитнес-марафона мы как раз таки об этом будем говорить потому как все вот эти недели в их занятии я жестко слежу за тем что ем сфотографировала для вас свои завтраки обеды ужины перекусы и так далее и мне кажется будет очень интересно пообщаться и поговорить о том хватает ли например то же самое клетчатки потому как мне кажется прям ем как молодец но опять же если вот судить по сегодняшней тренировке и по моему прессу который как оказывается не работал в принципе то может быть и с клетчаткой то у меня не все так хорошо но это мы как раз и проверим это мы сможем проверить хорошо потереть спасибо большое за сегодняшнюю тренировку за все столь важные детали которые вы нам рассказали доброй половины всего этого я точно своей жизни не знал последний вопрос мне девчонки спрашивали когда второго планируешь сразу после фитнес-марафона и тут я задумалась черт возьми сейчас я отпахаю сейчас я приведу себя в порядок уберу свой диастаз и что и что дальше опять все это тут конечно вопрос приоритета естественно если мы хотим второго ребенка то за вторым ребенку нужно идти когда приведем себя форму потом благо все инструменты у нас уже есть что важно понимать при подготовке к беременности первое опять же мы пьем достаточно воды второе мы насыщаем наш организм хорошими жирами потому что жиры это наши половые гормоны мы должны есть много рыбки сало масло то есть это животные жиры из которых будет производиться гормоны и хорошо бы добавлять такие жиры как масло авокадо орехи ну то есть в том числе делать растительный компонент третий момент вы должны обеспечить себе хорошую подвижность до беременности вам нужно максимально поднабрать сохранить мышечную массу потому что женщина беременность теряет колоссальное количество мышечной массы у нас остается грубо говоря скелет жир и чего чуть-чуть мышц в тонусе тела выпуст когда наоборот есть скелет мышцы и чуть-чуть жира соответственно задача в беременность потеря мышечной массы не избежали не нужно там тренироваться как шинная императрица но обеспечить себе базовую подвижность нужно это ходьба может плавание для тех кто любит бассейн но активный образ жизни должен быть обязательно я правильно понимаю что вот все упражнения которые мы сейчас проделаем особенно после последствий первой беременности это все поможет в том числе и второй беременности если например у меня был диастаз после первой у меня он абсолютно в норме например допустим там 6 8 сантиметров я занимаюсь и я понимаю что я планирую второго ребенка нет смысла идти сейчас к хирургу то поможет ли вот такое такого вида упражнения мне и после второй беременности или тут уже все равно нет все равно к хирургу пойдешь уже ничего не делай обязательно помогут в этих тренировках в чем плюс мы укрепляем тазовое дно а женщине очень важно укреплять тазовое дно именно после рода потому что ребенок дарит туда у нас все это провисает мы опять же имеем ряд проблем и экологических в том числе с недержанием мочи поэтому вот именно эти тренировки позволяет нам не только эстетически подтянуть живот нам конечно хочется на всем ходить красивым прессом но тут прежде всего вопрос функциональности и здоровья женщины скрепки хорошим животом и тазовым тонн выносить ребенка намного легче и без последствий выйдет после рвота чем женщина у которой все наоборот ослаблена столько всего в общем я так понимаю что мне с вами еще нужно будет поговорить ладно на сегодня мы на этом заканчиваем спасибо что смотрели те кто не подписаны подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если вам понравился этот выпуск и обязательно в разделе комментариев пишите свои вопросы потому как с катериной в рамках этого фитнес-марафона мы встретимся еще один раз как я уже говорила мы поговорим на тему рациона и питания и конечно же я обращу внимание на все ваши вопросы если у вас есть такие горящие вопросы пишите и мы обязательно их обсудим пытаемся вам ответить да да все на это с вами прощаюсь пока и 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 Продолжение следует...